Новое видео выходит каждый день в 20.00. В одном из недавних своих роликов я сказал вам, что если вы вдруг мало ли хотите ролик о том, почему преролы это абсолютно неэффективное говно, хуета, которую не стоит покупать, то дайте мне об этом знать в комментариях. И по многочисленным просьбам одного человека данный ролик таки выходит. И в данном видеоролике я расскажу вам о том, почему преролы это неэффективное и дорогое говно. Но дорогое, разумеется, для рекламодателя, для GTA-самп-ютубера, да и в целом любого блогера, если так можно сказать. Это, ну, прям конченые копейки, за которые, я думаю, даже рот не надо открывать. Тем более рекомендовать там или даже, знаете ли, советовать на кого-либо подписаться. И, знаете, вот прежде чем вообще говорить о том, эффективны ли преролы или неэффективны, вспомните себя, да, начните вот с себя. А когда вы последний раз переходили по ссылке, вот которая была в прероле, ну, на полном серьёзе, когда вот вам порекомендовали и вы перешли по ссылке. Лично я такого вспомнить со своей стороны не могу. Вот прямо ни разу, вот ни разу я не переходил по рекламной ссылке от какого-нибудь GTA-самп-ютубера или простого блогера. Нет, блядь. Хотя, вы знаете, возможно, я и переходил, но я чисто вот переходил посмотреть, вот сколько вообще людей пришло это с этой рекламы, вообще стоит ли её покупать и так далее. И, вы знаете, результат меня всегда достаточно сильно впечатлял своей убогостью. Господи, как же мало людей, ничтожно, блядь, мало людей приходит с этих ебучих преролов. И вы сейчас можете мне притянуть моими же словами. Ну, мол, ты говорил, что реклама, она там покупается на имя сервера, просто чтобы о нём там услышали и так далее. Просто когда-то я говорил о том, что там работают на имя сервера или наподобие того, если я такого не говорил, то в каких-нибудь будущих роликах я такое обязательно скажу. Так вот, реклама, мол, идёт на имя и просто чтобы там о сервере, а в данном случае о канале, узнали. Да, но вот вы вот так можете вспомнить вот последний прерол, который вы видели и как там назывался канал? Я, если честно, вспомнить абсолютно не могу. Единственное, что я могу вспомнить, это Delusion. Потому что он покупал огромнейшее количество рекламы. Прям огромнейшее. И не помнить Delusion, это, ну, я прям, ну, я не знаю. Но это прям максимально странно, потому что Delusion, он закупал максимально много реклам. Даже в МДК, помню, купил пост за 20 тысяч рублей. Однако, какого-то большого профита он с этого не получил. Скорее, наоборот, получил эдакий дизреспект в кругу сам ютуберов. Мол, нахуя ты потратил эти бабки? Лучше бы мне там за преролы отдал и так далее. И, вы знаете, я именно поэтому и не продаю преролы. Ебучие продавцы вердов, не надо мне писать. Я не продам вам, блять, прерол. Я не продаю... Потому что мне стыдно перед рекламодателями, когда, блять, человек рассчитывает. Человек заплатил мне деньги и рассчитывает на то, что к нему там кто-то придет, кто-то подпишется и так далее. А на деле, нихуя. На деле, абсолютная, блять, нихуя. И я абсолютно, блять, не понимаю. Ну, как самим, нахуй, не стыдно так делать? Я просто не понимаю. И ладно, когда ты делаешь отдельный ролик там на каком-то сервере, это я могу понять. Это заебись реклама. Но преролы, это прям вообще пиздец. Давайте разберем вот несколько типов вот этой вот стандартной рекламы. Есть прерол, есть мидрол, а также есть построл. И давайте по ним вот так вот пробежимся мельком и разберем, что из этого лучше. Мидрол, это реклама в середине ролика. Она же самая дорогая, она же, как лично считаю я, самая эффективная. Когда внимание зрителя максимально сфокусировано на какой-то одной теме, а тут так раз, раз. И вот реклама какого-то смешного там канала, знаете ли, и так далее. И ты такой типа, о, слушайте, а вот этот вот я, Янг, лобовое стекло Ламборджини. Думаю, стоит подписаться, раз уж тут у Шелкоза в середине ролика идет. Это я сейчас чисто пример привел. Шелкоз не рекламировал Янг-Льва или Янг-Лев не рекламировал Шелкоза. Хотя я, так знаете ли, не все ролики Янг-Льва смотрел. Возможно, он рекламировал Шелкоза или там Шелкоз Янг-Льва. Однако, что-то я в этом сомневаюсь. Ладно, это не особо важно. В общем, мидролл это реклама в середине ролика. Она же самая эффективная, по моему мнению, да и по мнению остальных людей. Постролл. Что такое постролл? Постролл это реклама в конце ролика. Она же самая дешевая, но как лично мне кажется, она намного эффективнее преролла. Но до мидролла по своей эффективности она не дотягивает абсолютно. Прям вообще ни по каким критериям. То есть, в начале ролика внимание зрителя абсолютно не сфокусировано. То есть, эээ, что я только зашел на ролик. А если человек еще зашел из рекомендаций, то тем более, типа, ааа, тут реклама какая-то, мне это вообще неинтересно и так далее. А вот в конце ролика, когда человек досидел до конца, он максимально заинтересован, и тут реклама. И он такой, типа, досмотрел и такой, угу, ну вот я этого чувака досмотрел. А, так тут у этого чувака похожий контент. Надо бы зайти, посмотреть, чекнуть и так далее. Просто, когда вы будете рекламировать в начале чувака с похожим на вас контентом, то зритель потенциальный, он вряд ли перейдет, чтобы посмотреть того чувака. Потому что вы для него наиболее как-то вот фаворитный GTA с сампьютер или в целом, то есть ютубер и так далее. Блин, я до сих пор не понимаю, нахуя нужны эти самые прероллы. Ладно, человек заказал один раз прероллу, второй раз прероллу, третий раз прероллу, но он видит, что нету нихуя никакого профита, и он продолжает заказывать. Ой, ой, еще хочу прероллы, еще хочу преролл аудитории добавить. Блядь, я думаю, что нужно будет посвятить отдельную тему. Я не знаю, как у меня эти темы генерируются из одной темы, другую, другая тема, охуеть. В общем, ладно, посвечу там какой-нибудь ролик, один из следующих, о том, почему популярность, знаете ли, нельзя купить. Это как-то так ролик будет называться, это инсайдная информация для тех, кто смотрит данный ролик. Поэтому подписывайтесь на канал. Опять же, не призываю, но если вы хотите увидеть данный ролик, то подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день в 20.00, ни секундой раньше, ни секундой позже. А если и секундой позже, то я оповещаю об этом на своей страничке ВКонтакте. Можете, если что, подписаться и следить за всеми, знаете ли, новостями там и так далее. Я с вами даже переписываюсь, если вы хотите со мной пообщаться. Ну, мало ли вам хочется там спросить у меня. Вот я сдаю ОГЭ, так сказать, спрашивают меня человек, как списать. А я ему и отвечаю, что заходишь в туалет, а там лежат листочки с ответом. Но я вам ничего не говорил, ребят, я вам ничего не говорил. Все совпадения с реальностью случайны, а информация вымышлена, а люди тоже вымышлены и так далее. В общем, ладно. Ладно, ладно, ладно. И мы подходим к тому, почему же все-таки ГТА сам ютубер продает эту рекламу, если они, скорее всего, понимают, что это абсолютный на ее рекламодателя. Во-первых, не все из них понимают, что это абсолютный на ее рекламодатель. Многие реально думают, что если вот продать человеку прерол, то он реально станет популярным и так далее. Некоторые, сам ютубер, они настолько тупые, блядь, они... Владислав Павлов до сих пор думает, что ему канал удалили за то, что он отправил ролик на повторную вот эту вот экспертизу по монетизации и так далее. Я ничему не удивлюсь, если они думают в данном случае так же. Это просто пиздец. Второе, это спрос рождает предложение. Если бы не было спроса на преролы, то и преролы бы не продавались. То есть, в данном случае предложение это прерол, а спрос это, знаете ли, такие начинающие каналы на ютубе, начинающие продавцы, а также скупщики игровой валюты на разнообразных ГТА сам серверах. И, ну, прям прочие-прочие люди. Вот сейчас я достаточно часто замечаю, что вот рекламецы Bighost это прошлый Doom.org, или как-то так он назывался, если что. Вот, вот единственное, наверное, что круто рекламировать, и что реально вот классно, и что вот как бы не зашкварно, и куда, наверное, будет большой профит, это Doom.org. Вот на самом деле я не продаю преролы, однако Doom.org, Блядь, это же сейчас Bighost.org.org, прерол я бы продал, потому что это не какой-то канал на ютубе, это не какой-то продавец вертов и так далее, это хостинг серверов Сампа. И почему бы им... Мне кажется реально, что вот этот вот Bighost.org, это единственное, что можно порекомендовать в принципе. То есть, меня больше всего забавит, когда человек снимает отдельный ролик на каком-то сервере, который ему платит, и такой типа, ой, чуваки, а тут скоро еще стартап, в начале ролика прерол, чуваки, а тут скоро стартап открывается. Мне вот очень нравится майонезный Дэдпул, ролеплей, баскетбол, сампа, дрифт, ДМ, гонки, заходи, там, Бэпан, футбольчик, мальчики походят на качков, игра. Ну, вы знаете, я думаю, что вы это все знаете. И я вот напоследок вам хочу сказать, чтобы, если вы, мало ли, начинающий GTA-самп-ютубер, ни в коем, блять, случае не покупайте вы эти ссанные прероллы у этих ссаных самп-ютуберов. Это вам не даст абсолютно ничего. Да, возможно, вас там узнает лишнее, там, я не знаю, 10, 15, 20 человек, но за те деньги, которые вы отдаете за прерол, ну, это того не стоит. То есть, себестоимость рекламы, она намного меньше, чем за сумму, которую продают. В общем, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Не покупайте прероллы. Всем пока.